Субтитры делал DimaTorzok 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 который от нас от дома и до железной дороги Игорь там арендует эту землю берет ну а некоторые участки там они как бы находятся паевые, вскорченные и фермер один был там не может существовать больше Игорь хотел взять себе эти участки когда начали оформлять а Игорь нельзя оформлять, надо переоформлять а оказывается создавили кто-то карту то есть железная дорога проходит по нашей деревне так скажем а наши дома деревенские находятся за платиной второго мостика там где-то дома наши, там на бугре находятся нет ничего а чтобы это сейчас сделать это надо миллионы потратить чтобы правильно это сделать железная дорога, а нам не надо мы будем ездить, вам надо, вы делайте мы зачем будем дать себе деньги кто это сделал но это кто сможет сделать ну а переделать переделать очень трудно переделать представьте как что-то делается ну и вот из деревни нашей поехали я с заявлением это говорит трудно сейчас да как трудно переделать ну видите что вот я привез карту вот у нас карта подписанная всеми вот у нас постановление краевое, вот постановление районное все их документы но они откопировали там эти архитекторы и прочее ну будем, но это месяца два на это уйдет а что делать то два месяца да сегодня же вы можете Говорю, это неправильно было это сделано. Ну что, ну и те, президенту, да президент не будет этим заниматься. Я говорю, у нас президент всем занимается. Всем. Даже таблетки не дали где-то там бесплатно. Он и этим занимается, вопросы задают ему. Но наш президент не то, что американский. Американскому никогда такие вопросы не зададут. Почему мне таблетки там не дали бесплатно? А у нас зададут. Вот так вот. Значит, просьба об этом, чтобы помолиться, чтобы Господь помог в этом нам. Ну и все. Вот видите, вчера какая была буря, ураган просто нашел. Это страшно. Это кто там в домах еще не так. А здесь вдруг как-то ахнуло по крыше. Я думаю, все, наверное. А там, оказывается, сучок. Видели там что-то? Тополь-то упал. Один большой сучок прямо в ограду сюда был. Возле тамбура. Упал на провода. Там провода какие-то были эти. Ну, Витя говорит, все, говорит, интернета, говорит, теперь не будет. То есть на эти провода какие-то. Он висел-то утром, убрали. Сестры приехали же, убрали. Как его оттуда принесло, аж сюда. Сучок. Там с той стороны, надо брать их, посмотрите, там несколько шиферин с того угла, домика этого, где Надежда Васильевна, Надежда Васильевна, там сорвало. Шиферин и две или три. Как-то посмотрите, чтобы их это, а то будет дождь, будет все там мокнуть. Батюшка, чудо еще. Подумайте, как это там сделать, как-то надо будет сделать. Ну, так вот, я сейчас еду навестить Настю, дробот. Вот, причастить ее еще. Значит, так вот. Ко мне какие вопросы? Высок. Батюшка, вот у матушки нога была сломана. Зажила хоть она или нет? Как она сейчас? Она ходит, матушка бегает, а ты за ней не угонишься. Она на каждую ночь, она днем ходит, вечером приходит, ой, 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 и на ночь там с собой несет рюкзак репьев этих репьями, обкладывает ногу, обвязывает ее, а утром опять садкакит и пошла. Я в 11 часов ложусь спать, ее еще дома нет. Утром прослой, думаю, дома лежит. Прыгнулась. Где же она ходит? То есть так. Навязанность так. У нее, видать, плохо, что она натруждает, или что она как-то красная, я пустою. Я говорю, ты добегаешься, что начнется, что-нибудь у тебя гангрена, или что, и нога тебе оттяпает. Будешь ты прыгать так, это прыгаешься. Ну, как я, ну, на цепь не привяжешься, скажут, это, привяжись, скажут, это, и издеваешься. Жестокая бразильная. Посадит еще за это. Жестокая бразильная жена женщина. А если бы цель, а они что, это могут за счет, от издевательства. А так как они, да? Ну, нет, только утром там, как за счет, и все там. И где-то с тяпками. Я только, нет, тяпку наточил, одну наточил, вторую там наточил. Где-то там есть, что-то с Надеждой Василиной, картошку сайт, там, морковку где-то там наточил. Соревнуется. Ну, где-то с Василиной, она что там, она нет, она только, это, так, да. Подбодрить. Да, разборщи-то матушка там, что ли. Ну, вот так. А можно с вами навестить Настю? Света с вами. Ну, ты что, я не знаю, ну, если место есть, то можно. Кто повезет, товарищи? Не застаня. Танечка, возьмешь Нину? Так, а ты-то, Виктор Андреевич, не поедешь? Дети едут. А, ладно, Нина. А едешь, меня? Тогда, наверное, Нина не будет места. Сиди, Нина, сиди. Так, съедим. Ну, вот и все тогда. Еще какие-то ко мне вопросы, быстро. Батюшка, я хочу сказать, что это только чудо будет, вот, если все это устроится. Во-первых, против прокурора, суд. Во-вторых, земля, которая была дана Игнатию Тихоновичу, этот срок уже прошел. Да, на 10 секунд. Да. Карта нарисована, третья. Тут только что батюшка рассказал. То есть, это исключительно чудо. Так что, судя говоря, они нарисовали карту, и теперь этот участок, где была, это как бы сельхозназначение. Земля дали сельхозназначение. Она очень ценная, эта земля. Так что, вот, укрепляйте свою веру, и вот, чтобы гора эта сдвигалась. Да. Молитесь. Ладно, все, занимайтесь. Годи, говорю. Братцы. А вы уходите. Здравствуйте. Понятно, здесь будут. Евангельское чтение. Братцы. Валерка, снимай, пожалуйста. Занятия еще. Сиди. Молай. Идет собрание, чтобы... Валерка, снимай. Я сейчас вам наснимаю. Давай, Сережа, давай, начинай. Начинай. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Евангелие от Луки, 10 глава, 16-го текста. Слушающий вас меня слушает, а отвергающийся вас меня отвергается. А отвергающийся меня отвергается пославшего меня. А где Матфея, слюга? Ты что читаешь? Матфея мне сказали? Нет, нет, давай-ка Матфея читай. Матфея, восьмая глава. Восьмая глава от Матфея, это не надо. Ну, ничего себе. Ну, власть наступает на змеи с вами, а он, так же он, неинтересно. Давай, брат, это то, что читает Матфея, по слуге, действительно читается. А это дополнительное чтение к Марфоловею и Варнале. Восьмая глава с какого-то? Четвертого? Вот, про слугу там. Я не знаю, кто сказал. Ну, кто последний успел. Восьмая глава. Евангелие от Матфея, восьмая глава с пятого по шестой стих. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его, Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. Сотник сей так же не зашел на гору, дабы не прервать учение. Это же сотник, о котором говорит евангелист Лука, в 7 главе 2 стихе. Хотя Лука говорит, что он послал к Иисусу в иудейских старцев. Но это не противоречит словам Матфея, который говорит, что сотник пришел сам. Дело было, вероятно, так, что сначала он послал других, а потом, когда возвысилась опасность смерти, пошел он сам. 7 стих. Иисус говорит ему, я приду и исцелю его. Сотник, толкование, сотник не принес слуги на одре, веруя, что Христос может исцелить его и заочно. Иван Геотмонфея, 8 глава, 8 по 10 стихе. Сотник же, отвечая, сказал, Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой, но скажи только слово и выздоровеет слуга мой. Ибо и я подвластный человек. Ну, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди и идет, и другому приди и приходит. И слуге моему, сделай то, и делает. Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним, истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Толкование. Если я, будучи сам раб царя земного, повелеваю подчиненным мне воинам, то ты тем более можешь повелевать смертью и болезням, так, чтобы они одного оставили и обратились на другого. Ибо телесные болезни – суть воины и мстители у Бога. Вот почему Христос удивляется и говорит, я и в израилетянах не нашел такой веры, как в этом язычнике. Удивляется же Господь в вере язычника, как весьма великой, и говорит, и в Израиле не нашел я такой веры. Короткое толкование. Давайте еще тогда от Луки захватим. Давайте. Евангелие от Луки, 10 глава, 16 стиха. Слушающий вас меня слушает, отвергающийся вас меня отвергается, отвергающийся меня отвергается пославшего меня. 17 стих. 70 учеников возвратились с радостью и говорили, Господи, и бесы повинуются нам об имени Твоем. Он же сказал им, я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на сию силу вражью. И ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Толкование. Господь сказал им, не дивитесь тому, что бесы вам повинуются, ибо начальник их давно не звержен и не имеет никакой силы. Хотя для людей это и не было видно, но для меня, большую букву, созерцающего и невидимое, это было видно. Как молния спал с неба сатана, потому что он был светом, архангелом, единицей, хотя теперь и стал тьмой. Если же он спал с неба, то рабы его, разумею, бесов, чего не потерпят. Все, даю вам власть попирать силы его. Ибо и змеи, и скорпионы, суть полки бесов, присмыкающиеся долу. И те из них, кои язвят более видимым образом суть змеи, а те, кои более скрытным образом поражают суть скорпионы. Например, без блуда и убийства есть змей, ибо он побуждает на видимые злодеяния. А тот бес, который предлогом болезни, например, преклоняет человека пользоваться банями, благовонными мазями и другими негами, может быть назван скорпионом, так как он имеет скрытное жало и тайно старается ужалить плоть, чтобы послушавшего его ввести в большее преступление. Но благодарение Господу, давшему власть наступать на них. Впрочем, научая учеников невысокомудрствовать, Господь говорит, «Однако ж не тому радуйтесь, что бесы вам повинуются, ибо от всего получают благодеяние другим, именно получающие исцеление. Но более радуйтесь тому, что имена ваши на небесах написаны не чернилами, но Божьей памятью и благодатью. Дьявол спадает с неба, а люди на земле живущие написываются на небесах». Итак, «Истинная радость в том, что имена ваши написаны на небесах и не забываются Богом». И 21 стих. «В тот час возрадовался Духом Иисус и сказал, «Славлю тебя, Отче, Господи, небо и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных, и открыл младенцам ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». «Он благодарит Отца за то, что такие таинства утаины от мудрых, то есть фарисеев и книжников, истолковывавшие закон и от разумных, то есть учеников этих же книжников. Ибо кто учит, тот мудр, а кто учится и понимает уроки, тот разумен». Например, Гамалеил мудр, а Павел разумен, ибо первый учитель, а второй разумеет то, чем наставляет первый. Господь называет учеников своих младенцами, потому что они были не из искусных законов, а были избраны большей частью из простого класса народа и из рыбарей. Впрочем, они могли быть названы младенцами по их низвобию, «А те фарисеи и книжники не были настоящими мудрецами и разумными, а только казались». «Амень». 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 «Давай, веди там, стой». «Болящих». «Ну, болящих, я скажу». «Марина, что ты хочешь сказать?» «Давай». «У нас ЧП произошло. Не у нас в смысле, а у нас на работе. Так, из-за вот этой вот бури…» «Я сейчас побежала проверить, как там наш музей. Знаешь, что у нас там тополят дорога перед музеем». «И чего?» «Как повалило всё, даже полностью разбило вот так ограду». «Похоже, даже там и провода оборвало». «Ну, я сейчас созвонила, из директора был, что человеку позадело». «Ага». «Сейчас вот они едут, но надо там всё разбирать». «Сейчас вот дворник подбежал». «Если вдруг из братьев у кого-то есть желание помочь». «Дже-то через полчаса». «Тут крышу снесло. Надежда Васильевна». «Ну, всё, помолитесь, пожалуйста». «Потому что всё, это не музей, у нас там и под охраной». «Ты перчатки-то с собой взяла, кирпичи таскать?» «Мне кирпичи не надо». «Там деревья надо». «Ну, сейчас хожу». «Деревья пойдёшь таскать?» «У тебя есть машины, кстати, подчатки?» «Так, слушай, Мариночка, единственное, что ничего пока трогать не надо». «Вызвать ещё…» «Это будет руководство решать, всё». «Не надо таскать ничего решать. «Не надо таскать». «Придётся им нанимать. «Ну, что она будет таскать?» «Зачем нанимать, когда государственная приедет служба?» «Помоги вам, Господи, ты чужая!» «Я думаю, что она так прибежала». «Ну, ещё бы, всё так. «Пограда вся поваленная». «Сердце приросла к разуме». «Об этом надо вообще молиться всем, потому что в городе везде повалились такие деревья». «Не смею, не смею, не смею». «Это в старой части. «Болеет у нас, ну, все болячки так и остались, заболел, вот Николай болеет». «Болеет». «Болеет». «Болеет у него ангина, ангина, сильная, да». «Положи бы, молитесь, да, вот так было». «Имунитет ослабился, только работает». «Ну, я в лучшие случаи, я сразу скажу. Сёстры, будьте добры». «Отец Аким сегодня уезжает, знаете. Галя уезжает на один день, она уезжает далеко, он уезжает. Так что молитесь, потому что дорога плохая, как она поедет». «Загуляй, Вагаля». «Игорь, Игорь, Игорь, у нас путешествующие». «Что вы сочиняете-то нахладу, Господи, по-моему?» «Ну, просто путешествующие, да». «Молитесь, и всё за них. «Обо их воздохнуть, и чадо их». «Можно я начинаю сочинять, я еду не в лагерь, не с детьми, еду одна?» «Не объясняла, потому что разговаривала Татьяна Кузьмина, я её не перебивала». «Сегодня еду, сегодня вернусь, помолитесь, пожалуйста». «Мне попросили помочь, я не отказала, я поеду». «Батюшка тоже один едет?» «Бога». «Мы домой едем, да, ну всё, всё, мы просто упрощили». «На этой неделе я с Ваней и Дроботой, с его отцом Андреем ездили в Павловск, подавали документы на поступление Вани на ветеринарную. Документы подали, документы приняли, вот, значит, я, ну, как раньше, если, допустим, в одно место не поступает, то можно подавать документы на разные направления. Я говорю, Вань, ты ещё куда-то подал?» «Нет, а чё?» «Ну, звони маме». «Обязательно там ещё куда-то там». Потом он возвратился и говорит, «Нам сказали, что вы точно поступите, потому что конкурс нехорошей оценки, конкурс неплохой, поэтому если вдруг что-то мы вам обязательно перезвоним, мы сами эти документы на другой факультет. Вот, пока они там подавали документы, я пошёл, значит, искать Ване жильё, потому что четыре года ребёнку учиться. И так Господь Дима сделал, значит, я выхожу, народу никого, утром было часов в девять, все на работе. Ну, и тут паренёк один, и я к нему говорю, «Так и так, у меня племянник верующий ищет жильё, поступает вот сюда вот». «Сейчас я его отца спрошу». Пошёл к отцу, выходит, говорит, «Вот здесь, говорит, храм есть, пойдёмте, я вас провожу». «Пойдём». Ну, можно сказать, вот прямо через забор этот техник, уже храм в Никольске. Я захожу, там двое рабочих работают, я говорю, где был настоятель. А перед этим я позвонил Нине Жолныровой, она говорит, что она знает этого отца пропора, она ему писала письмо, жаловалась на вот этого священника, который выгнал её, там Павловск и Клачкиш там же как-то, вроде так, и прямо рядом. Ну, тот никак не должным образом не отреагировал, в основном и не там. В общем, он в числе гонителей, получается. Раз он не заступает, значит, кто не с нами, тот против нас. Поэтому я с ним, они ничего не стал говорить, пообъяснил такую ситуацию. Вот, ну, мне он показался такой, а ещё эти рабочие-то заходят-то туда, к нему-то, а я слышал, там брык с бородой. Вещие глаз там у него, сын поступает. Всё перепутал, конечно, ну, ладно. Ну, батюшка такой, вышел, добрый, у него конюшня там своя, занимается, казачий спас, я, говорит, молодёжью занимаюсь, военно-патриотическим воспитанием. Ну, уж лучше пусть, как-то там... Ну, да, там у меня, говорит, конный кружок, сейчас, говорит, его, говорит, с девчонками познакомлю. Ну, я ему объяснил, я говорю, подождите, я говорю, он любит животных, он ветеринар, он может, ну, он работящий, он не пьёт, не курит, он не потерится. Вот. Ну, и он так расположился, говорит, если, говорит, что, я, говорит, на день-два, говорит, его могу принять. Говорю, у вас тут нету, говорит, жилья-то, может, он тут послушником будет? Он говорит, нету, говорит, рук и средств, материалы, кирпичи лежат, брёвна и это, некому построить. Ну, я, они выходят, я говорю, пойдёмте, я вас познакомлю. Взяли Ваню, Андрея, я говорю, вот, говорю, руки, говорю, золотые, говорю, бери, говорю, на работу, он тебе подпостроит так. Ну, так вот, поговорили, ну, он говорит, это надо здесь жить, чтобы, а жить негде. Вот. Ну, по желанию-то можно было бы там. В общем, жильем не по-ребёночку. Не получи, на днях не будет. Да, мы написали три объявления, там вот на доске объявления на храме повесили, потом в самом этом повесили и, ну там, и в общежитии повесили, что верую юноша, 16 лет верующий ищет жильё. Может быть, ещё на всякий случай в общежитии заявление написать? Потому что, если не найдёт, то, может, там и на русле. Да, Ваня, в общежитии подали, да? Ну, я с Витей сообщил, что пообщался. Кстати, он ведёт занятия. Вот сейчас моя группа, как бы, потихонечку-потихонечку к нему перекочевала. Он говорит, у меня пять человек новеньких, а у него никого нет. Он говорит, одни и те же, никого, вы там как-то приглашаете на занятия. Занятия хорошо он ведёт у него, он же учитель, да, и все. Он говорит, я, когда в своё время, я бежал, бежал из общежития. Вот, потому что там стоит толпа этой молодёжи, курят, матерятся, плюются, все там разговаривают. Вот, в общежитии это вот прям на крайней, на крайней, как бы... Я говорю, Ваня, я говорю, в общежитии, говорю, даже говорю, это, говорю. Тебя, говорит, там развратят, говорю. До меня, да, развратят. Я говорю, это тоже, говорю, что не отречётся, говорю. Это невозможно. Ну, батюшка пообещал, помолитесь, отец Прохор говорит, я, говорит, поговорю. В общем, расположился, я говорю, вот, ты, говорю, у меня, чтобы душа была спокойна, что он мне вообще не говорит. Он будет там ходить, помогать, работать. Главное, верующую бабушку найти в Павловске невозможно. Такой огромный населённый пункт, город, читай. Не надо через священника... Может быть, его можно, но он сразу у него не нашла... Ну, он же не знает, пускай пустит она. Может, у него есть пустит, не пустит. А то, что ты вот будешь работать, они его застали. Не надо ребёнка на царах. Не надо, пусть он учит. Пусть уже время учиться. А работу ему найду. Это он Андрея предлагал, да, работать? Я Андрея предлагал. Ты рекомендуешь, не стесняясь, не боишься? Боюсь, стесняюсь, но... Сколько он работ уже сменил, сколько его выгнали? А ты как бы его рекомендуешь? Да нет, в Павловске жить это невозможно. А степень где ему будет? Ну, я думаю... Смотря как учиться будет. Я думаю, может быть, ради ребёнка он как-то... Ну... У него ещё трое. Брат, у него ещё трое. Он дом не бросит. Он дом не бросит. У него там работают... Настя постоянно болеет. В общем, надо найти каналы с полоском. Ну, я уж так. У кого, может, есть знакомые родственники, родственники знакомых в полоском. Может, у Нины спросить, может, она как-то... Нина уже там в Павле находится. Да. Что это сделали? Там совсем что ли жильё не сдаётся, если без знакомых? Нина, Нина. Я думаю, сдаётся жильё. Да. Ну, ближе к этому сами бабушки приходят. И... Желательно, чтобы, конечно, там ещё тоже... Допустим, он даже не в общаге, а где-то с ними тоже там... Ну, неблагополучная какая-то будет. Да даже если неверующие будут, это не говорит о том, что он там может сколько-то прожить. Проживёт неделю, скажут, нам не нравится. Он постится там или ещё что-нибудь начнётся. Бывает. Вообще, отдельно сдаёт. Ну... Ну, отдельно это дорого будет уже. Чё-то не понимаешь, что ты... Верующие хотя бы подешевле что-то сделают. Да. Зашёл я в общежитие, говорю, сдаются комнаты. Она говорит, девятиклассникам на базе девяти не сдаём. Потому что, говорит, маленькие надо с этими... Вот. А так, шестьсот рублей у них стоит общежитие в месяц. Копейки там. Если уж... Нормально. Ну... Лучше уж и не учиться чем-нибудь. Ну, молиться надо. В общежитие. Ну, вы знаете, я хочу сказать, от Вани тоже зависит развратиться или нет. Юля жила в общежитии, Надя жила в общежитии. Я шесть лет жила в общежитии. Шесть лет жила, училась. Ну, что она, развратилась женщина, что-то сказал. Они были в хорошие... Поэтому я не знаю. Если сам не полезет в какую капу, если бы был у него ещё кто-то такой порядочный, пусть даже не верующий, но порядочный, и вместе бы жили в комнате, и нормально никто был. Вот вы интересны. Вы из полных семей. И ещё какие-то претензии. В смысле претензии? В смысле претензии? В смысле претензии? Было сейчас совсем другое. Настолько лет-то мы в Баниле. Они спят до четырёх часов. Вот у нас. Техникули 9-ти классиков берут. И воспитатели все уходят. Невозможно. До четырёх часов бегают, кричат, дерутся. Там не возможно ничего. Там учиться, как практически, невозможно. Всё отрывает. Девчонки уходят. Ну сколько лет проработали, я не знаю. А сколько там будет сипедия? Тысяча щеток. Как он будет жить-то? Общежитие это пьянки. Это пьянки, это разврат. Это чего-то непонятного. Да, да, да. Если там коменданта нету жёсткого. Да там и комендант боится. Они его убьют. Они его убьют. Да нет, нет, нет. С этим батюшкой. Ну что, вы не слышали, что это? У него казачий спас. Казачий спас какой-то там общественный. Я чём там поведу сейчас? Тем более он уже показывает с первого раза. Человека первый раз видит. Вот нам рук нету. Это же он с каким-то прицелом показывал ему. А вдруг с бородой туповатый такой капуста здесь. Понятно. Всё сделает, он сейчас приедет. Да какая разница? У него в голове это попа, чтобы кто-то сделал за него. Сергей не сказал просто. Поп пузатый такой здоровый. Чего непонятно. Работать не будет, как я. Человеков внутри Павловска стоит? Да прям внутри. Он за Павловс? Поп он сам. Пуполага, я говорю, это самое дело. Брат у него там работа просто нету. Ну короче, у меня вопрос. Ну я в церкви. Ваня. От центра Павловска технику ему далековано. А ему зачем в центре? Он рядом в церкви. Да Ваня по молодости хоть на любой окраине, чтобы жил. Чего там этот Павловск? Два шага. Больше разговоров. Мы тоже там были в этом Павловске. Мы проповедовали. Пописал Ваня, потому что я буду в Потеряевке. Ваня позвонит, там отец как бы перейдет или что. А Андрей может? Ты тогда попросишь? Андрей, может я попросишь? Я думаю. Какой вопрос? Ну с квартирой. Если Ваня позвонит, например, мы готовы сдать вам там. Съедет посмотреть, готовы принять. Потому что там объявление слова верующие. Этот вопрос будет решаться следующим образом. Если с Настей все будет еще в порядке. Настя позвонит в Сергию. Ну или в общем обратится и скажет. Вот такой-то вопрос. Нужно поехать в Павловск и решить его. Все. А чтоб сам Андрей туда поехал? Не знаю. Что он придумывает? С кем он поедет? Он со мной поехал. С Ваней. Да с тобой-то что бы не ехать-то? Ваня, ты-то все переведешь, что ему надо. Братья, я хочу обратить ваше внимание. И сестры, если у кого-то есть определенного рода знакомые, с Настей разговаривали. У нее есть сумма 60 тысяч на ремонт дома. Если кто-то ремонт, это нужно утеплить пол. То есть она приглашала строителя, и он ей порекомендовал, что в вашем случае утепление пола только напыление монтажной пеной снизу. То есть под пол залазить и вот напылять. И комнату утеплить. Она говорит, ну хотя бы одну. Если кто может... Ну и что, одинарный пол? Я не знаю, Андрей. Ну ой, Игорь, видимо так. То есть холодный пол. И комнату она говорит, хотя бы одну помочь. Андрей не против. Я говорю, ты поговорила с мужем, потому что он же, как правило, нас не пускал, никого там не ходить, не хозяйничать. Он как бы разрешил. Поэтому подумайте, братья. Я пину напылить, даже я могу. Что там сложно напынуть? Зачем вытаскивать? Что, с головкой? Лен, подожди. Хорошо стало уже. В концу жизни. Ваня, конечно, там вроде как и может от пол болезть, но кто-то бы поруководил бы им, понимаете? Обязательно. Поруководил бы ребенком взрослый человек. Пусть даже, например, Серёж, ты не полезешь туда, может ты не пролезешь там, у них полметра что ли она сказала. Ну я не знаю, кто знает. Полметра там никто не пролезет. Хана называется. Ваня говорит, пролезет. Ну как вот это делать? А как напенивать? Я не знаю. Вот подумайте. Вот подумайте. Это делается следующим образом. Если у них одинарный пол, то накладывается на этот пол еще один пол. Только уже тут прокладываешь пеноплексом и все. Что сказки-то рассказывать кому-то? А как ты подлезешь-то, если там пол метра? Они сделали все, минимально уминимизировали, называется. Вот. Мы с Сергеем, чтобы у меня метр был под полом, с Сергеем копали, месяц копали у меня. Выкапывали, вручную выбрасывали. Потому что там больше ничем не выбросишь. Вручную, с песнями, прибалудками. Там еще католик пришел. Потом он стал православным. Юра помогал нам. И мы его на песне поймали. Он говорит, стучится в калитку. Можно с вами? Вы что-то тут поете такое? Игорь, ну ты мог бы взять на себя ответственность, поруководить? Там, ну... Не знаю. Нет, я с Андреем не смогу. Он меня ненавидит, Андрей. Я уже с ним разговаривала. Андрей меня ненавидит. У него глубокая ко мне ненависть. А Валера? С Валерой может быть. С Валерой может быть. Ну, нужен грамотный человек. Вот Игорь, видите, он сразу сказал, пена не пойдет. Надо так-то, так-то. Вот я, например, не соображаю, какой с меня руководитель. Здесь. Даже если у меня с Андреем будут добрые отношения. Какое их нет? Утеплить можно пеноплексом, даже тонким. Даже 3-сантиметровый пеноплекс. 3-сантиметровый пеноплекс. Это то же самое, что 15 сантиметров пенопласта. То есть это уже утепление пола будет точное. И сверху четверка доска. То есть получается 7 сантиметров высотой. Я не знаю, какие у них потолки, но они, скорее всего, и потолки еще сделали маленькие. У меня племянник снизу подпеял под полом пеноплексом. Нормальные потолки у них? Ну, 7 сантиметров поднять ничего страшного не будет. Зато будет утепленный пол без вот этих вот напыления. Там сказки рассказывают. Слышу, брат. Подход полом пеноплексом. Внизу. Да как, ну, подказки. Если 50 сантиметров, то не подклеить. Если там... Мы просто не знаем, сколько под полом. Если под полом там, ну, можно пролезть, то, в принципе, под пол пеноплекс можно... Можно, и пеноплекс можно подклеить его. Это проще, чем второй пол. Даже подкрутить не клеить. Это проще, чем второй пол. Эти доски дорогие. А снизу. Я четверо забрала. Подумали, как это можно реализовать. Ну, понятия не имею. Это туда надо ехать, смотреть все. А я что туда, я туда не поеду. С Андреем это, договариваться надо мне. Он дал слово. Он дал слово Насте. Понимаете, если я поеду туда, что-то буду смотреть, и меня Андрей пустит, значит, мне уже там и работать надо. А я не смогу там работать, это точно уже. У меня под полом Володя работал все время. Он дал слово Насте, что братья пусть приезжают и помогают. И дал нам расписку такую. И расписался. А он сам-то не держит, сейчас работает. Ну, он не злоковый. Он печи складывает вот так вот. Ему 3 копейки. Лучше бы дома ему вот эти деньги. Нет. За 3 копейки он не работает, он платит нормально. Домой ничего не будет. Нет, он дает на питание, дает Ване деньги. И он деньги берет нормальные. Дорого, но и не мало. И дома ничего не будет. Так, еще у кого что есть? Помолитесь в поле, что-то плохо во время службы. Она там услышала? Да, она услышала. Ну, хорошо, что услышала. Она плохо спала, потому что она испугалась вот этой грозы. Свет отключили и она боялась, лежала. Да просто не выспался ребенок и все. Не выспался, боялась. Это стран же. В частном доме это больно. Надо же раньше было все это решать, а теперь уже начинают подкладывать соломинку. Тоже прошу помолиться. Девочка ко мне, школьница ходит, занимается с собаками Варя. Очень талантливая дрессировщица. Это дочка священника. Она такая верующая. Вот. Ну, конечно, там в штанах все это без платка. Ну, видно, что такая благоговинная. Благочестивая. Благочестивая. И они с понедельника идут в Хрестный ход в Карабейниково. Ну, я с мамой-то говорю. Мам, ты-то идешь? Ну, с тобой, сынок, я бы пошла. На, чего я пойду? Я говорю, ну, а я чего пойду? Говорю, вот они вот идут туда. Зачем? Ну, она не знает. Говорит, одной подружке позвонила. Говорит, ты пойдешь? Она говорит, я поползу. То есть, у них такое вот служение Господу выражается вот в ползании до Карабейниково. Значит, они идут там. А чего до Карабейниково идут? Причем их сопровождают там и полиция, и скорая помощь. Вот они идут. В машинах там вещи, палатки и так далее у них все. Ну, просто православный туризм. Причем это, я как-то увидел объявление вот на Спартаке, что собирается группа, и там что-то добровольно пожертвовали, что-то порядка 20 тысяч стоит на все это. То есть, сходи еще и это и... Ну, получишь такую благодать. Такую благодать. Это вот прямо. Миша, пусть забудьте. О чем молиться про Марию, конкретно? Да. Ты начала, не закончила. Просто рассказала. О попрощении ее истинном по Евангелию, да. Их раньше называли Поповны. Таких. Поповичей и Поповны. Но она... Я ее проповедую, она слушает внимательно, он так благодарит и, видно, на сердце ложится. Ну, ты сразу одела. Первый день сказал, Игнать Иванович на занятиях, снять украшения, снять шваны. А у нее семья. Так, ей Игнать Иванович еще не успел сказать. Все, успокойся. Я ж не Игнать Иванович. А он не Игнать Иванович. А она не святая. И она не ты. А она не ты. Сравнивая. 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 Благочестивую девчину. Возле политехнического подошел к парню, я курению, а он курит. Он ему стал о курении говорить, он вот так вот пальчику смел и выбросил тут же. Вот и все. Ну, это один раз. Один раз. Первый раз я такое слышу. Было такое чудо. Сколько прожил я, такое было, потом еще другую покупал. И еще, значит, мои все студенты, которые у меня учатся по кинологии, я им сказал, что я еду в Потеряевку. И в прошлом году, ну, батюшка Игнать Иванович мне разрешили сам делать спортивный лагерь кинологический. То есть приглашать туда людей. Но в том году никто не поехал. Значит, причина, что юбки надо носить. А перебок, значит, вот это вот. Потому что в основном у меня женщина. Ну, и в этом году тоже вот, и у меня студентка Наталья, женщина, она стала ходить у меня на тренировку в юбке. То есть, я сколько говорил, но она стала смотреть ролики. Вот. Ну, тоже вот ее так вот, тоже о ней молитесь об обращении. То есть, она хочет, она в том году хотела приехать. Уже, говорит, тебе фотографию выслала, говорит, Сергей Павлович, я юбку, говорит, купила. В общем, ну... Самое главное. Она такая... Вот. Это как раз хозяйка той собаки, которая меня, помните, в лицо укусил этот вот щенок. Вот. Это ее? Да, да. Мы купили этого из кемерового щенка. Хорошего очень щенка. С паршивого щенка хоть шерстый клуб. Он паршивый, хороший. Вот тоже она хочет в этом году поехать. И Лариса там еще одна тоже, говорит, я бы поехал. Но она курит. Я говорю, это у нас нельзя. Я брошу. Я говорю, не бросишь, так говорю. Она рисует. Я, говорит, посмотрела по роликам, у вас там такие пейзажи. Говорит, можно я приеду порисую? Я говорю, ну... Не порисовала? Не лёгкие сигареты, не это. А что вы, говорит, думаете, что я там буду тайно курить? Я говорю, да... Ты одна, что ли, такая, что говорила, что там не буду курить? Наташа ходила с Леной, которая... Так она вообще уже на крещение готова была. Собралась по тревку вообще ехать жить навсегда. Занятия ходила. А потом в карман вот так залезла, достала вот так табак. Она ездила даже в монастыри, жила там по месяцу, чтобы не курить. Да, она очень хотела. А в город приезжаю, говорит, только выхожу за автобусом, и говорит, как трестучка нападает, как сумасшедшая бегу в кёст покупаю. Вот так, что я говорю. Пацан, ну, Илья, по-моему, да? Ну, если мы будем, как батя говорит, иметь такую веру, как у сотника, вот, и любить вот этих людей, вот, как сотник своих слуг, то, а не осуждать, да, то, возможно, и чудо произойдет. Вот. Тем более, эти люди, которые меня занимаются, видно, что они благодарны, и дарные, и, как бы, к Слову Божию расположены. Так что... А ты где преподаешь в шкафах? Я, вот, где Миндозер сломали, вот, в юбилейном парке, я там преподаю. А вот только студенты? Прямо там? Прямо студенты? Прямо у меня там. Он их называет студентами. Они же учатся, они тут, студенты. Ну, и где там учреждения поступают? Нет, нет. У меня нет. У меня практика просто. Когда выучатся, он их будет называть, мои академики, я учу академиков. Ну, у моих студентов результат, у них в собаке... У тебя какие-то документы-то? Ничего не знаю. Зачем? Раньше студенты называли учащихся от курных училищ. Это были студенты. А потом стали называть студенты высших учебных заведений. А теперь уже видно все. Можно бланки? Потому что у меня еще взрослая школьница, потому что у меня школа дрессировки, она у меня не высшая школа. Ее тоже школьницей не назовешь. У тебя они должны называться не студенты, а курсанты. Да. Ну да, у меня же курсы как бы, да. Слушай курсанты. Нет, не слушайте. У меня курсанты ассоциируются вот с этим. Да, с военной формой. Совершенно верно. Дрессировка собак называются курсанты по причине именно дисциплины. Там воинская дисциплина у вас. Почему я со своими собачками к тебе не хожу? Потому что с меня воин уже никакой. Я знаю, что такое воинская дисциплина. Чуть пошел собака, чтобы здесь была собака на тебя смотрит. Строгая тоже такая. А у нас они шаляй-валяй. Побежала куда-то. Туда побежала. У вас все по любви. У нас по любви. А у него дисциплина жесточайшая. Да, с собаками только так. Я тогда ездила к нему, когда проповеди печатали еще. Если ты собака. И он вывел этих собак. Я говорю, Сережа, жалко, дай я проведу. Они с ним идут, рядом сучина. Столько мне поводок дал, как они меня потащили. Они поняли. С кем у него вину. Сергей Павлович, он сам на дисциплине весь. И там у него все дисциплина. Это курсанты, конечно. Хоккей, там студенты. Понятно? Студенты это шалтай-болтай. Даже вот в прошлом году Игнать Игоревич благословил, чтобы мы... Да и в этом году, чтобы мы в лагере, который хотел снести, чтобы вот мои курсанты там как бы с собаками занимались. Говорит, вы там вот занимаетесь сами. И так-то бы неплохо было бы, конечно. И ребятишкам бы, там бы, какая бы духовная польза была. Да и взрослым, и с семьей можно. Вот эту Ларишу осмотри, ну и забирай, что нет сигарет у нее с собой. Пусть вещи покажут. Если хочет человек. Слушайте, я хотела вас поблагодарить, что вы молились. Да, молились все. Суббога съездила, все. Я туда ехала сильно, укашивает этот самый. Ага. Спина там где-то не спала. Ну ясно, понятно. Ходила я, значит, это монастырь. Город. На собрании, да. При цели есть монастырь. Нет. Он 1876 года, богородицы. Знаете, весь сделан из камня. Еще в то время из камня. Вот заходишь, и что меня поразило? Значит, у них такая вот прихожая. Ну и здесь как вот стоят, я не знаю как, свечки ставят. Внутрь зала свечки никто не ставит. Да. Там, значит, скобеечки вот так поставлены и молятся. Только единственное, вот так поднято. Поднято. Высокий, высокий он сам по себе. И так круговую. А я говорю, что это? Он говорит, если когда, например, вот Пасха. Или там какой-то праздник. Ну понятно. Они, значит, свечи вот такие, толстые. И там, значит, они пускают, и только они зажирают. Ну там сушат или что. А так в храм нельзя. Свечи, значит, вот здесь вот. Ну была еще на крови храм. Ну мне и понравилось на крови храм. Там все идут, отпевают, ты не поймешь там чего. Потом нас, значит, это гид повела. Там, значит, рядом, как бы когда приезжает Кирилл. И вот там, я даже не знаю, как это назвать. Приезжает, там спит. Подводе его. Подводе, правильно. Вот. И там есть музей. Музей, конечно, очень хороший. Почему? Там прямо родословные. Все, все Романовых там описывается. И касается наших вот этих вот царей. Все. Их вещи там, значит, иконы, крестики. Вот это вот все собрано. Ну она, девчонка, так правда хорошо объясняла. Видите, попросил, говорит, ты объясни ей. Мы вот этот вот были. Вот. Мы еще в один храм ездили. Ну то же самое. Мне только вот этот вот храм, значит, при монастыре. Монастырь женский. Он там такая ограда и, значит, там еще что-то у них строительство. Там на машине заедешь, так людей и все. И что, это подошла служба. Ну вам нужно объяснить. Там иконы, иконы тоже. Рики все сделаны из карты. Нет, не надо. А проповедь? А проповедь не было? На службе была? На службе? Нет, на службе я не была. Почему? Потому что мы приехали, уже служба кончилась. Он с работы просился и меня привез. Вот так вот. Ну вот такое вот. Я удивилась, сколько я смотрела вот этих церквей. Первый раз такое видела, чтобы в церкви свечки не горели. А, значит, в этом самом. Ну вот такое вот. Больше ничего не сказать. Ну еще там Валентина вот, забывай. Да, принесла рецепты. Вот книжки разобрать. И лежат, лежат. Ну что-то в одной книжке с рецептами. Виктор Андреевич позвонил сейчас. Что-то Бог ему на сердце положил, там с батюшкой посоветовался. Вызвали сюда помощь по городу, так она экстренная. Должны приехать, не знаю когда, снять эти ветки с крыши. Должны вот эти службы проехать. Так, ну я вот что-то подумал так. Он говорит, надо чтобы кто-то здесь был. Ну кто у нас здесь опять будет? В тот раз мы тут пролетели, у нас кричат, ты ключ взял себе сейчас? Ну слава богу. Надо вот сейчас вот сколько братьев у нас есть, наверное, братья. Давайте выйдем. Возьмем лестницу вот там, которая на чердак идет. И перетащим ее. Или легче всего, чтобы кто-то один залез и подал ветку оттуда вниз. Подал ее или сбросил так аккуратно. Там по крыше сильно не походишь тоже. Старый шаловец. Может быть давай по тракезничь, а вдруг они туда будут и они приедут. Да нет, лучше до еды это делать. Игорь вообще трогать, ничего нельзя сказать. Как нельзя? Будет снимать что-то, какой вред принесет. Может даже и оплатится это, понимаете? Кто платит? Ну там видно, что помята у нас крыша, помята. Не пробита, а помята на углу. На углу помята. И вот тут вот лежит огромная ветка. Хотя бы снять, потому что что может быть? Дождь может останавливаться и идти под крышу. В принципе, вот что. Ну можно посмотреть просто, залезть и посмотреть. Давайте залезем, посмотрим. Там нет проводов, там просто крыша. И вот то, что у Надежды Васильев там снесло, надо посмотреть, что там к чему. У нас там листы есть оцинкованные. И оцинкованный лист туда подсунуть. Шифер это бесполезно, понятно, он разбился. А оцинкованный лист можно подсунуть, чтобы хотя бы... Андрюш. Давайте молиться? Давайте. Помолитесь хотя бы. Песня. 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 Продолжение следует...